Поиск адреналина и новых эмоций. Так Иван попал в автоспорт. У него в гараже две машины для гонок и городская. Ну, городская, да, у меня другая обычная машина, стандартная, вообще никаких доработок. Ездим по городу, как пенсионеры. За спортивным рулем мужчина уже два года. В машине пришлось изменить абсолютно все. От двигателя, коробки передач, до подвески. И такое опасное увлечение бросать не собирается. Да как минимум до конца жизни своей погонять. И уже потом по наследству передает. Нет, чисто езжу по фану, честно скажу. Если бы ты... У тебя не было каких-то там моментов, да, что ты чуть не перевернулся или там в бруссвер не улетел, значит ты медленно ехал. Рисковые и смелые в эти выходные встречились на Грибном канале, где впервые за 12 лет прошли ледовые автогонки. Круговая трасса протяженностью 2 километра. Для изюминку проезд по обводному каналу прямо под мостиком оценивали 50 участников-гонщиков. Это спортсмены-любители из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. Если у пилотов главной задачей было как можно быстрее проехать круг, то организаторам нужно было доказать, что проведение турнира не навредят водоему. На сбор всех документов и проверок ушло 2 года. Важное условие – толщина льда. Минимальная толщина льда на Грибном канале при предварительных проверках составляла 58 сантиметров. На данный момент более 60 сантиметров, что позволяет выводить при температуре минус 10 технику в 30 тонн. Единственная техника может быть 30 тонн. Поэтому все абсолютно безопасно с огромным, с огромным, вот таким огромным запасом. А еще трасса соответствует всем мировым стандартам, отметили в Российской Автомобильной Федерации. То, что сегодня я приехал, вижу здесь. Это абсолютно европейский уровень. Читая Кубок мира был, могу сказать, что даже мировой уровень, трибуны, судейская вышка. Все абсолютно подходит. Ну и планирую, что на следующий год, возможно, что один из этапов Кубка России по трековым гонкам. Здесь постараемся провести и ледовую гонку. Борьба шла в трех классах по типу привода. Пьедестал с медалями заняли пилоты из Барнаула и Новосибирска. В будущем ледовую трассу хотят использовать как тренировочную базу. А возможно, здесь проведут и мотогонки. С такими соревнованиями алтайский автоспорт выйдет на новый уровень. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.